Роман, приветствую тебя. Приветствую, Артем. Да, наш с тобой долгожданная встреча. Действительно, уже кулуарно с тобой обмолвились несколькими словами. Последний эфир, мне кажется, был месяц назад, где-то там. Да, уже что-то там даже много. Действительно, воды много утекло и рынки точно уже далеко не на тех уровнях, которые ранее обсуждались. Поэтому тем будет интереснее, конечно, вернуться к ним и как бы сделать апдейт того, что есть в плане новостного фонда в моменте. Ну, как минимум, что нужно сказать, что волатильность зашкаливает. По всем финансовым активам все ходит очень активно. Фондовые рынки, защитные инструменты, рынок Форкс, тем более отдельные активы. Поэтому, если, друзья, вы соскучились по волатильности, считаете, что сейчас вам точно греха что-то жаловаться. Действительно, куда не посмотрим движения. Значительно, я очень рассчитываю на то, что вы совмещаете сейчас с вашим анализом и технику, и фундаменты, и риски, которые связаны с этой волатильностью. И вам удается, друзья, конвертировать эти движения в какой-то прирост по вашим депозитам. Мы с Романом, безусловно, будем стараться помогать вам ориентироваться во всем, что есть на рынке. И сегодняшний день не исключение. Поэтому начнем, давай, Роман, традиционно с меня. Какие возможности сейчас, как мне кажется, наиболее интересные. Зачем стоит последить и на что стоит делать большую ставку. Так, демонстрация экрана. Так, у меня прям сразу открытый талонный риск валютного рынка. Форекс – это пара евро-доллар, которая снижается уже котировки 1,10-12. Вопрос теста поддержки 1,10 – это вообще, кажется, ближайшие минуты даже. Конечно же, сейчас все, что имеет отношение к риску, единственное исключение только рынок нефти, ну там своя фундаментальная история. Риск трейдеры избегают. Понятно, это из-за событий в Восточной Европе, которые провоцируют все-таки всех, кто с деньгами, пытаться защитить свои капиталы, работая с защитными активами. И сегодня также будет одно из рекомендаций сделок золота. Объясню, опять же, почему оно сейчас пользуется таким же способом. А вот что касается рисковых инструментов, они сейчас теряют свою аудиторию, своих трейдеров, инвесторов и капитал, который в них, соответственно, находится. Европейская валюта – это сейчас отдельная история, потому что эта история очень сопряжена, опять же, с конфликтом в Восточной Европе. Если этот конфликт спроектировать на ситуацию на рынке энергоносителей, еврозона оказалась в очень уязвимом положении. Страны ЕС всегда нуждались в стабильных поставках энергоносителей и по приемлемым ценам. Сейчас цены можно как угодно назвать, но только неприемлемы. Потому что уголь, газ, которые, в принципе, обеспечивали основные источники генерации энергии для ЕС, обновляют не просто какие-то максимумы, а бьют рекорды исторические. Вот газ еще две недели назад за тысячу кубометров продавался на отметке 800 долларов. Сейчас это уже 1200 или около того. И просто простая математика. Друзья, хочу отметить то, что для европейских домохозяйцев, для европейцев расходы на, скажем, электроэнергию всегда были весомой частью расходов в их бюджетах. И сейчас эти расходы фактически помножены в 3-4 раза. По этой причине при сохранении текущего энергетического кризиса дальше, в случае дальнейшего роста цены эти энергоносители. ВВП, валютного блока, просядет просто в разы. И ситуация, которая имела место быть с пандемией, может показаться какими-то цветочками. Поэтому сколько мне удалось проанализировать в последнее время прогнозов инвестбанков, рейтинговых агентств, практически всем экономикам ЕС, пересматривают сейчас в их отношении прогнозы по экономическому росту. Это также актуально и для, соответственно, всей еврозоны в целом. Также серьезным якорем сейчас для экономики является беспрецедентный рост инфляции. Долгое время Евросоюз сопротивлялся, опять же, показывал одни из самых, скажем, хороших показателей в плане все-таки скромного роста инвестбанных потребительских цен. Но сейчас это уже не так, потому что инфляция обновляет многолетние максимумы. Я думаю, что вот еще месяц-другой индекс потребительских цен в ЕС будет 7%. Это ударит по активности потребителей. Поэтому, друзья, чем угодно сейчас можно связываться в плане каких-то активов рынка форекс, но только не евро. Евро останется уязвимым, поэтому цель ближайшая – это движение в районе отметки 1.09. Я думаю, на следующих совместных операх с тобой еще раз вернемся к этой валютной паре. И, возможно, уровни будут даже пониже. Второй актив, на который хочу обратить ваше внимание, – это рынок нефти. Причем здесь длинная позиция. Я рекомендую присматриваться к лангам. После закрепления этого актива выше 112 долларов за баррель, можно прямо туда поставить отложку «Бай-стоп» и ждать уже где-то в районе 125, а стоп-кос поставить на уровень 108. Дефицит предложения, отказ многих нефтяных предприятий от покупки российской нефти – это то, что усиливает проблему нехватки сырья. Страна ОПЕК плюс не помогли рынку, потому что не согласовали дополнительный рост нефтедобычи. А те решения, которые были приняты ключевыми потребителями, то есть раскупорить ДОП, а стратегические резервы – это просто пшик каплю в море. Что такое 60 миллионов баррелей? Это буквально на три недели для мировой экономики. Сейчас нет никаких препятствий, приклад для роста цен на нефть. И вот мне понравилась оценка Bloomberg, что единственное, что сейчас может остановить ралли нефтяных цен – это то, что это естественное снижение цен только после того, когда нефть станет немыслимо дорогой. То есть когда ее просто никто не будет покупать уже даже при всем желании. И эти уровни, Роман, примерно 130-150 долларов за баррель. Я поэтому взял как бы пониже чуть-чуть, 125 – это мой ближайший целевой ориентир. И золото – здесь предсказуемая простая сделка. Когда на рынке есть страх, связанный с геополитикой, и есть риск еще большего роста инфляции, золото выигрывает вообще по всем направлениям. Золото сейчас лишено каких-либо факторов для снижения в прямом смысле, их просто нет. И когда настолько предсказуемый тренд, наверное, самое главное – это не мудрить, не выдумывать и не думать, что золото достигло своих максимумов. И сейчас обязательно просядет максимум для золота в текущем новостном фоне попросту нет. Поэтому я предлагаю быть смелыми в плане спекуляций и ждать пробоя 1940 долларов за тройскую унцию. Это как раз отложка байстоп. И потом уже ставить на цели движение активов к уровню 1980 и 2000 долларов. Короче, золото вверх, нефть вверх, европейская валюта пока что аутсайдер, шарки в приоритете. Роман, слово тебе. Да, Артем, сейчас сделаю сразу демонстрацию. Так, у меня написано, что ты отключил демонстрацию. Так, да, пардон, не включил эту опцию. Давай пробую еще. Так, вижу. Так, есть, да? Да, с большинством, скажем, твоих мыслей я согласен. В смысле сложно не согласиться в связи с этой ситуацией, с этой опущенной волатильностью. Мне понравилось, как ты сказал, что соскучился по волатильности. Это, да, действительно, рынок, он интересный. Он иногда стагнирует, стагнирует. И я проходил такие периоды, когда кажется, что вот что-то нет никаких новых сигналов, никаких новых идей. Вот. И большинство, кстати, на этом обжигается. Я на этом обжигался, когда мы видим, что низкая волатильность, начинаем увеличивать объемы, чтобы как бы хоть что-то выжать с рынка. Вот. И потом, как ураган вдруг возвращается волатильность, вот, сразу, значит, все начинает играть красками. И вот как раз это тот самый период, действительно, когда вы можете понизить объемы торговли, чтобы снизить риски. Но, действительно, использовать широкий спектр инструментов. Я всех моих подписчиков, кто у меня на канале, значит, подписан, призываю как раз использовать этот момент. Он не так часто бывает. Потом может все успокоится опять. Но, как говорится, вот по статистике тренды, да, они занимают 30% времени рынка. А 70% это флэт, это спокойствие. Поэтому сейчас как раз-таки тот момент, когда нужно сэкономить средства для торговли, не снимать там, как все бегут сейчас, ой, все боятся там, куда, чего, чтобы не случилось. На самом деле, как раз это именно тот момент, когда нужно поторговать и у таких брокеров, как Аймаркетс, деньги на самом деле в безопасности. Более того, даже я скажу, что сейчас, чтобы купить доллары, сейчас там наценка 30%, да, Центробанк уже сказал, то есть комиссия. Мы уже снизили. Снизили, да. Сейчас будут эти пляски, они то там повысили, то снизили, то есть непредсказуемые. При пополнении, например, у брокера можете пополнять через USDT, то есть никаких комиссий у вас не будет. Спокойно можете сохранять свои средства. И использовать их в торговле. Что касается евро-доллара, я расскажу про индекс доллара, потому, по сути, он в обратную сторону движется. Да. Поэтому, да, действительно, в прошлые разы, несмотря на то, что мы давно не встречались, ты говорил всегда за то, что индекс будет расти. То есть тренд вверх, так оно и есть, собственно говоря. Вот как он отбился вот здесь от линии поддержки, зеркальной, про которую я говорил. И так вот он дальше и прет, собственно говоря, даже с большими коррекциями, но без остановки. И, наверное, ближайший перспектив его коррекции особо-то и не видно. Потому что при любых кризисах доллар всегда крепчает. Что касается золота, действительно, тоже я соглашусь с позитивным трендом восходящим. Мы видим, что как вот он вышел из треугольника, несколько раз отбился от зеркальной линии поддержки, устремился вверх. И сейчас он, кстати, сформировал вот этим импульсом. Да, вот на прошлой или позапрошлой неделе было сильное движение по золоту. У меня многие тоже подписчики торгуют золотом, любят. Вот он сформировал такой максимум. И сейчас видно вот уровень поддержки. От него можно краткосрочно продажи планировать, кто хочет продавать золото, но краткосрочно. Потому что дальше, я думаю, что он также пробьет этот уровень и пойдет дальше еще вверх. Что касается нефти, не могу, скажем так, прям напрямую согласиться с твоими рекомендациями покупать или продавать. На самом деле, я бы сейчас не покупал, не продавал нефть, потому что она слишком, ну мы видим, по Д1, да, просто стремительно взлет пошел. Поэтому, если купить нефть сейчас, мы можем просто попасть в жесткую просадку. Она может уйти вниз, да. Вполне возможно, что дальше она тоже пойдет вверх. Тренд восходящий, это понятно. Вот и MACD мы видим тоже в глубокой восходящей зоне находится. Но можно, я говорю, вот у кого маленькие депозиты, могут просто попасть на сильную просадку. Поэтому я здесь пока рекомендовал воздержаться от каких-то покупок или продаж. Что касается S&P 500, то здесь мы видим, я бы хотел его сравнить с индексом, потому что мы видим, что S&P отбилась, да, в минимум показала, отбилась, закрепилась. И такое ощущение, что вот она сейчас пойдет по привычке опять вверх. Но если посмотреть на немецкий индекс DAX, они обычно вместе движутся. Я вижу вот такую раскорреляцию, когда индекс DAX падает и продолжает падать прям камнем вниз. Поэтому я бы воздержался сейчас от покупок S&P 500, потому что они, скажем так, иногда друг друга догоняют. И вот S&P, он может сейчас замер, может тоже резко свалиться дальше за DAX. Хотя DAX, конечно, он не является, скажем так, сильной влияющим фактором для S&P. Но вот эта вот корреляция на рынках, она встречается очень. Поэтому я бы присмотрелся, пока не стал покупать, подождал, пока как-то угомонится все это дело. Вот. Ну, доллар-рубль хотелось посмотреть, отметить для тех, кто, если вдруг не знал или не видел, да, что происходят действительно гигантские движения. И все, что раньше происходило, это кажется просто таким детской песочницей по сравнению с тем, что сейчас происходит с курсом рубля. Поэтому здесь, ну и высокий спред, понятное дело, сейчас лучше тоже воздержаться. Но в любом случае, я думаю, если все-таки кто-то думает покупать или не покупать, то лучше все-таки покупать. Некоторые меня почему-то спрашивают, а не пора ли продавать доллары? Ну, наверное, те, кто купил раньше и хочет себя зафиксировать. Ну, я не знаю, я не думаю, что падение будет сильным, если оно и будет, коррекция какая-то, да. Понятно, что Центробанк нацелил там все свои 600, по-моему, миллиардов долларов у нас запасов Центробанка на продажи, чтобы сдержать рост, да, вот эти вот комиссии, которые вводят. Но я не думаю, что это даст какую-то прям сильную коррекцию, там, не знаю, до 70 обратно, что мы там опоздаем его продать, я сомневаюсь. Вот, думаю, можно просто держать и все, продавать по мере необходимости. И хотел бы еще ГАЗ затронуть. Я вот недавно писал статью тут местную интернет-газету про ГАЗ и про компании, кстати говоря, оружейные, ну, кто занимается оружием, инвестировал, как это бы неприскорбно, может, звучало, да, но вот если в моменты войны кто-то хочет найти приоритетные активы, то стоит рассмотреть, конечно же, энергоносители и компании, которые торгуют оружием. Американские акции сейчас растут, там, в своей статье об этом писал. И вот про ГАЗ, я хочу тоже сказать, что ГАЗ, ну, в принципе, ты об этом сказал, что действительно страны ЕС сейчас будут нуждаться в поставках энергоносителей, там сейчас какие-то игры идут, якобы там Германия откажется, но я не верю в это на самом деле, все это политические заявления, по факту все равно ГАЗ нужен будет, нефть нужна будет. И сейчас мы видим, что ГАЗ тоже преодолел, значит, верхнюю границу сопротивления треугольника, вернулся обратно, оттолкнулся от зеркальной линии, да, протестировал. И, скорее всего, это будет глобальный, глобальный, потом долгосрочный такой рост. Поэтому, если кто хочет долгосрочно вложиться, я думаю, можно ГАЗ рассмотреть. Ну, в соответствии, естественно, со своим близким менеджером. Вот такие вот мои рекомендации на это неспокойное время. Вот желаю всем успешной торговли и… Да, мира над головой. Присоединяюсь к твоим рекомендациям. Аман, большое спасибо тебе за твою точку зрения. Обсудим тогда снова рыночные возможности, возможно, через неделю. Если у тебя будет время, опять же, подключиться, я с большим удовольствием буду только за. Тебе тогда тоже хорошего закрытия недели. Сегодня еще Non-Farm Perils отчет, конечно же, уже как триггер волатильности. То есть нужно быть… нужно бдить, держать руку на пульсе и следить, конечно же, как и всегда, за соблюдением рисков. Ну что тогда, Роман? Хорошего закрытия недели, дня и классных выходных тебе. Пока. Спасибо, Артем. Пока. Пока.